Киберспорт набирает популярность, подтверждение этому события, на котором мы находимся. Это первый на Алтае киберфестиваль. Чтобы вы понимали хоть немного его масштаб, сейчас с нами находится гость этого фестиваля, генеральный менеджер одной из самых сильных в мире, команд по киберспорту Virtus.pro. Это Роман Дворянкин. Роман, здравствуйте. Добрый день. Ну, скажите для начала, как вам сегодняшнее мероприятие, как бы вы оценили масштаб его? Слушайте, ну, честно, я очень сильно впечатлен. Это не какая-то там традиционная вежливость. Я думаю, что все видели, ну, реально настоящий аншлаг. Он творится и в зале, и в фойе. И, честно говоря, я первый раз вижу мероприятие подобного формата, то есть когда это любительский турнир, который вызывает столько, такой большой интерес у публики, и это безумно круто. Роман, вот сразу за рога. Вы возглавляете один из самых сильных, ну, как я понимаю, сейчас сильнейший на данный момент по статистике в мире коллектив подота 2. Как происходит селекция в киберспорте? Вот как к вам в команду попасть? Ну, на самом деле, здесь отчасти процесс, где-то очень похож на традиционный спорт, на футбол. Да, отличие, наверное, заключается в том, что у нас пока нет академии, потому что все-таки достаточно трудозатратный и ресурсозатратный проект, который, ну, профессиональные киберспортивные клубы не всегда могут подтянуть. Но если посмотреть на то, как мы выбираем игроков, то, как правило, это происходит следующим образом. Мы берем игроков, которые что-то уже показали в командах уровнем чуть-чуть пониже, да, то есть у тех, у кого уже есть какой-то небольшой турнирный опыт, но у которых уже очевидна их перспектива в плане именно игры. А вот если говорить про команды уровнем пониже, то вот как раз они очень часто берут обычных игроков из просто рейтинговых матчей, дают им шанс раскрыться, у кого-то получается, у кого-то нет. Ну, то есть, знаете, в футболе есть там клубы вроде Удинеза или Порту или того же ЦСКА, да, то есть многие там европейские, бразильские игроки смотрят на футбольные ЦСКА как шанс показать себя в Европе и потом потенциально уехать в какой-то более сильный клуб, да, там именно в Европе, как это сделал, например, Хонда или как это сделал сейчас Головин, как это делали там некоторые другие игроки. То же самое в киберспорте, скажем так, это такое поэтапное идет развитие. Сначала ты в каком-то, в какой-то стак у тебя с друзьями может быть команда, да, потом тебя замечает какая-то профессиональная команда начального уровня, потом ты всегда можешь перейти в одну из лидирующих муровых команд. Роман, ну у нас зритель разномастный, поэтому вот такой вопрос, который интересует, наверное, многих родителей. Вот молодой человек или девушка, они, допустим, увлекаются киберспортом, но могут они, параллельно выходя на хороший какой-то уровень, хорошо учиться? Вот у вас в команде, допустим, есть обладатели красных дипломов? Не буду врать, красных дипломов у нас нет, но у нас есть два человека с высшим образованием, у нас есть человек с высшим образованием, который еще успел в армии отслужить, поэтому, как бы, часть из них уже замужем, в смысле, часть из них уже жената, и если говорить там про наших польских игроков, которые в Counter-Strike играют, то многих из них уже есть дети, поэтому это отчасти миф, что, скажем так, не нужно никого обманывать. Для того, чтобы добиваться высоких результатов в киберспорте, на это нужно тратить достаточно много времени. Порой на это нужно тратить много времени. Но это не означает, что ты не можешь жить никакой другой жизнью, если, опять же, сравнивать с традиционным спортом, если мы посмотрим на то, какое количество времени там ребята, которые учатся в хоккейных или футбольных академиях, да, там, при клубах, они, по большому счету, тратят ровно то же самое время на тот вид спорта, которым они занимаются. И, опять же, мы должны помнить очень четкую границу между физкультурой и профессиональным спортом. Профессиональный спорт – это тоже часто очень, к сожалению, травмоопасные истории, тоже далеко не все пробиваются, и часто, к сожалению, бывают примеры, когда там ребята после, там, в 20 лет, да, там, не дай бог, кто-то порвал кресты или что-то еще, им тоже достаточно тяжело социализироваться. Поэтому это еще один пример того, что киберспорт – это такой же вид спорта, как и многие другие, со своей спецификой, но у которого есть те же самые риски, что и у обычного спорта. А у киберспорта какие травмы чаще всего вы встречали, допустим? Ну, если говорить о, прям, вот именно травмах, таких, что называется, профессиональных, да, то это, в первую очередь, все, что связано с тоннельным синдромом, да, то есть это, напомню, это когда суставы руки, кистей рук могут, ну, начинать ненормально работать. В любом случае, опять же, киберспортсмены – это отчасти те же самые офисные работники, которые с утра приходят к себе в офис, садятся за компьютер и что-то там делают. Это там, может быть, человек, который продает туры в турагентстве, или это может быть, там, не знаю, просто какой-то офисный клерк. Вот киберспортсмены, они, по большому счету, страдают от тех же самых болезней, условно говоря, или недугов, да, то есть ты тоже сидишь достаточно много времени за компьютером, просто разница в том, что твоя работа – это там не таблички в Excel, а добивать крипов в Доте, например. Но ведь порядок заработных плат, он, как бы, все эти риски нивелирует. Да нет, зарплаты зарплатами, деньгами деньгами, но, мне кажется, все-таки самое главное – здоровье, поэтому мы всегда стараемся, там, нашим ребятам четко рассказать, да, что хороших результатов можно добиваться, когда ты соблюдаешь баланс между, собственно, тем временем, которое ты, то есть, скажем так, просто так сидя 12 часов или 10 часов или 8 часов перед компьютером, ты не добьешься гарантированного успеха. В этом случае, как бы, все было бы сильно просто. Поэтому мы всегда говорим о том, что, ну, иногда приходится молодым ребятам объяснять какие-то базовые вещи, вроде того, что, там, поиграл 3 часа, просто встань, там, перезагрузи глаза, сходи, выйди подыши воздухом, это улучшит ток, соответственно, там, кислорода, крови в мозгу, у тебя будет быстрее реакция. Там, где решаются миллисекунды, миллисекунды важны. Поэтому, конечно, ребята получают хорошие деньги, да, там, в мировых, в командах мирового уровня, там, зарплаты могут, там, составлять, там, несколько миллионов рублей в месяц, но то это не означает, что эти зарплаты не сопоставимы с... Ну, я просто приведу простой пример. Как бы, ребята зачастую могут проведить 200-250 дней вне дома в году. И, конечно, можно нарисовать красивую картинку о том, что они ездят, там, в Шанхай, Куала-Лумпур, Стокгольм и так далее, но зачастую они даже город не видят, потому что весь их быт проходит между аэропортом, отелем и ареной. Поэтому, действительно, тяжелая работа. Ну, вот киберспорт, он ведь не требует какой-то инфраструктуры серьезной. То есть, по логике, в регионах должны вырастать сильные игроки. Они вырастают или что-то не хватает в регионах? Да, на самом деле, вот прямо сейчас, вот сегодня будет финал чемпионата мира по Counter-Strike, который проходит в Берлине. В финале играет казахстанская команда «Авангард», где есть и русские игроки в том числе. Это молодые ребята, которых там еще пару лет назад особо толком никто не слышал. Мы видим, мы смотрим на ту же профессиональную дота-сцену в СНГ. Каждый год несколько молодых игроков появляется. Вот Team Secret, одна из сильнейших команд по доте в мире. У нее в прошлом году дебютировал 19-летний поляк. Просто парень, ну, безусловно, был известен на сцене, но не играл на таком уровне. Это то, что регулярно происходит. У нас в команде играет 20-летний парень из Новокузнецка, Роман Кушнарев. Один из самых известных в мире сейчас киберспортсменов. Лицо известного бренда «Шампуня» в России вот уже два года. Поэтому таких примеров очень много. Ну, это отлично. Скажите, вот ваша команда, высочайший уровень. Вы сказали про игрока из Новокузнецка, который в казахстанской команде играет. А вот Россия вообще на общем мировом уровне по киберспорту, она на какой позиции сейчас? На самом деле, мне кажется, что киберспорт, это один из них... Я человек, который работал 10 лет в традиционном спорте, да, там и в хоккее, и там в Сочи жил два года, когда там была Олимпиада. Могу сказать, что киберспорт, это, наверное, один из немногих видов спорта, где российские команды, российские игроки, российские какие-то коммерческие проекты абсолютно конкурентоспособны на мировой арене. То есть то, что мы делаем у нас в Virtus.pro, это не отстает там на какое-то дикое количество лет от того, что делают ведущие клубы в Европе, Северной Америке и Китае. У нас в традиционном спорте часто принято смотреть в хоккей, условно, на то, что делают в НХЛ, в футболе на то, что делают в АПЛ или в чемпионате Испании. Так вот, в киберспорте этой разницы нет. И в том, как я уже сказал, и в плане того, что делают клубы, и в плане того, что, например, наши команды, в которые играют игроки из России и Украины, абсолютно конкурентоспособны на мировой арене. Это означает, что наши игроки очень востребованы и могут побеждать. Вот вы сейчас и сейчас, и во многих своих интервью сравниваете киберспорт с традиционным спортом. И вот здесь интересно, я во многих ваших интервью опять же видел, слышал ваше утверждение о том, что киберспорт – это не такой между собой, как многие до сих пор почему-то считают, а это, собственно, такой вид развлечений, который становится конкурентом для всей индустрии развлечений вообще. Вы можете развернуто объяснить, что вы имеете в виду этим? Во-первых, вы действительно хорошо, видимо, подготовились. Спасибо. На самом деле история очень простая. Если 20-30 лет назад у жителей любого абстрактного городка, неважно, где он находился, в Испании или здесь у нас в России, или в любой другой стране, условно, в Аргентине, а по большому счету с точки зрения досуга, если мы не говорим про столицы, то вариантов было не особо много. То есть ты мог пойти, условно, поболеть за свою местную футбольную команду или за свою местную хоккейную команду, или ты мог остаться дома и посмотреть матч какой-то там крупной, ну, там, например, сборной России, или посмотреть что-то просто по телевизору, там, сходить в кино, если у тебя повезло, у тебя есть там театр и так далее. То есть виды досуга были достаточно ограничены, и они, как правило, не конкурировали напрямую друг с другом. Потому что, ну, скажем так, тот, кому нравился спорт, он, как правило, не всегда ходил в театр. Сейчас то, что произошло там за последние, там, 10-15 лет, во-первых, все очень сильно глобализировалось. То есть раньше посмотреть в Барнауле, там, чемпионат Англии по футболу было достаточно сложно, потому что его просто не транслировали, да, сейчас, когда, ну, по большому счету, ты можешь посмотреть как свою местную футбольную команду или хоккейную команду, ты можешь посмотреть матчи европейских команд или американских команд, плюс другие виды развлечения стали гораздо более, ну, в хорошем смысле попсовыми, да, то есть условный театр перестал быть каким-то элитарным видом досуга, да, и появилось много постановок, которые интересно смотреть и молодежи. Сильно поменялись сериалы, да, там, условно, если раньше это могли быть какие-то мыльные оперы, которые смотрели там только наши мамы и бабушки, да, то сейчас делается и на нашем телевидении, и на иностранном телевидении очень много крутых сериалов, которые, ну, что называется, как говорит молодежь, не зашкварно посмотреть. И все эти виды досуга, они на самом деле конкурируют друг с другом. То есть сейчас, когда ты вечером, там, не знаю, вышел из универа или, там, вышел из того самого агентства путешествий, в котором ты продаешь туры или откуда-то еще там, с завода, неважно, по большому счету вопрос стоит, что ты будешь делать вечером. Ты можешь пойти потусоваться с друзьями, ты можешь прийти домой посмотреть футбольный матч, ты можешь пойти на стадион и посмотреть хоккейную, матч хоккейной команды, или ты можешь прийти посмотреть стрим киберспортсмена, ты можешь посмотреть матч киберспортивной команды, или поиграть в какую-то игру, или пойти в бар с друзьями, или пойти в фитнес-зал, потому что фитнес это уже не только как бы про здоровье, это в том числе и про какую-то там тусовку с друзьями, какой-то комьюнити. И вот все эти вещи, они конкурируют друг с другом. И в этом плане киберспорт, ну, вряд ли завоюет весь мир, но он станет таким важным элементом досуга, как с точки зрения потребления контента, так и с точки зрения какой-то просто игры. Дайте совет начинающим киберспортсменам, особенно в регионах у нас. Да, совет, наверное, простой. Киберспорт, наверное, там отчасти имеет такой вот блестящий флер того, что у каждого есть шанс, да, там чего-то достичь. Но, как говорили там многие наши игроки, те, кто задают себе вопрос, как стать профессиональным киберспортсменом, как правило, им не становится. Здесь просто нужно использовать те же самые подходы, как и в любом деле в жизни. Нужно очень стараться, но помнить про то, что не надо класть яйца в одну корзину, нужно соблюдать баланс и как бы стараться, ну, не терять как бы связи с реальностью. И тогда при должном старании, при должном умении все, в принципе, может получиться. Спасибо, Роман. Вроде о киберспорте все понятно. А я напоминаю, у нас в гостях был Роман Дворянкин, генеральный менеджер команды Virtus.pro. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо.